Практика без отрыва теория. Для студентов стажировка остается одним из эффективных способов найти работу по специальности, однако спрос на таких сотрудников всегда меньше предложения. Мои коллеги выясняли, какие рекомендации надо знать претенденту, чтобы пройти такое испытание. Юлай студент 4 курса геолого-разведочного университета. Считает, что экологический мониторинг это его призвание. Хочет работать по специальности на стажировке уже второй раз. Очевидный плюс – возможность применить на практике знания, полученные в университете. У меня сначала были просто теоретические знания. Я просто знал, что есть, допустим, определенные приборы, которые измеряют радиацию, измеряют электромагнитные поля, шум, освещенность. Но уже именно на практике я уже, скажем так, работал с этими приборами. Мне мои коллеги объяснили, как они работают, какими пользоваться. Я вместе с ними выезжал на замеры. Юлай учится еще два года. Цель максимум – стажироваться как можно чаще и в итоге устроиться сюда же на постоянную работу. Такие примеры уже были. У нас есть шанс выбрать лучших из наших профильных факультетов, профильных вузов, лучших студентов. Немножко их через себя пропустить и в дальнейшем трудоустроить к себе в компанию. Через нас в 2016 году прошло порядка 70 студентов через компанию. При том, что у нас штат компании 200 человек, 70 студентов – это на самом деле такая очень хорошая цифра. Из них мы порядка 8 трудоустроили. По данным хэдхантеров, самый высокий спрос на стажеров в сфере продаж, информационных технологий, в финансовом секторе. Впрочем, спрос всегда меньше предложения. Конкурс на одно место, особенно если это крупная российская или международная компания, довольно высокий. Данные по России – это примерно 10 человек, 10 молодых специалистов, которые претендуют на одну вакансию, на одну позицию. Но все в зависимости и от области, и от региона, и от, естественно, месяца. Например, если молодой человек будет искать работу в Краснодаре, то там гораздо будет больше конкурсов, чем в Москве. То есть как раз в Москве, так же, как и в России, примерно данные – это около 10 человек на место. То, соответственно, в наших южных городах, в южных регионах, это уже может быть около 20 человек на место. Еще более высокий конкурс на оплачиваемые стажировки. От общего объема – это процентов 20. Обычно их предлагают студентам, обучающимся заочно. Иногда гонорар немногим превышает стипендию, а иногда равен рыночной зарплате начинающего специалиста. Мы нанимаем всего в компанию примерно 1000 специалистов в год, из них стажеров примерно 200 человек. То есть это 1,5. Зарплату мы платим, ну, собственно, как положено по рынку, зависит от нагрузки стажеров. У нас не принято называть конкретные цифры, но помимо зарплаты мы предлагаем много дополнительных бонусов, такие как питание, оборудование, спорткомплексы, собственно, дружелюбную атмосферу. Желающим попасть на оплачиваемую стажировку в крупную компанию – рекомендации специалистов простые. Работодатель хочет видеть рвение и горящие глаза. Если с кислым лицом сказать, что практика нужна вам просто для галочки, на стажировку, скорее всего, возьмут кого-нибудь другого. Владимир Дементьев, Москва, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова